Дорогие друзья, добрый день! И, конечно же, Москва, и Нижний Новгород, и Минск, и много-много других городов. С вами мы вещаем из Калининграда. Рады вас видеть. У нас такая обширная география. Рады, что все пришли посмотреть наш сегодняшний вебинар. Давайте мы начнем с традиционной проверки звука. Сейчас, друзья, мы попросим вас ответить на вопрос, слышно ли нас. Да, конечно. Итак, если вы нас видите и слышите, поставьте, пожалуйста, плюс в чате. Название города писать уже не нужно. Ирина, Евгений, Кристина и огромное количество людей, которые уже поставили плюс. Большое вам спасибо. Все, мы с Сашей уверены, что мы официально можем начинать наш вебинар. Коллеги, если у вас будут какие-то вопросы по ходу вебинара, задавайте, не стесняйтесь. Будем рады услышать, ответить на них. Будем стараться останавливаться почаще, тщать на ваши вопросы, потому что тема вебинара у нас сегодня очень интересная. Наш следующий слайд технический для тех, кто вдруг все-таки нас не услышал или не увидел. Если у вас есть такая проблема, переподключитесь, пожалуйста. Ну, а мы ответим сейчас, наверное, на самый главный вопрос, который вот прямо в этот момент Ольга задала в чате. Да, друзья, запись этого вебинара будет доступна. Однако, мы рекомендуем остаться с нами до конца. Вебинар продлится примерно час времени, для того, чтобы мы могли ответить на ваши вопросы. Мы будем накапливать вопросы прямо по ходу вебинара, а отвечать на них постараемся в самом конце. Да. Ну что ж, начинаем. Название нашего вебинара известно, и это, наверное, самый актуальный вопрос, который есть сегодня. Как перевести сотрудников на работу из дома за 10 простых шагов? Как Саша уже сказал, мы ведем вещание из нашего офиса в Калининграде. На данный момент в офисе осталось примерно 10% сотрудников. Где-то так, да. 90% уже работают из дома. Точно так же работают наши офисы BITREX24 в других городах и других странах. В Киеве, в Минске, в Москве, в Алма-Аты, например. То есть, это наша новая реальность, в которой мы с вами живем. Ну что ж, давайте попробуем поговорить о том, как с этой реальностью добиваться максимальных успехов. Об этом вам расскажут сегодня я, Юрий Николаев. Я работаю в компании 1S BITREX и отвечаю в ней за продажи. Меня зовут Александр Робинок. Я руковожу отделом документации 1S BITREX. Маленькое вводное. Что происходит в мире? Тотальный хаос. Я думаю, вы все сами знаете и понимаете, что никто ничего не понимает и не может спрогнозировать. Что же будет? Мы написали некоторые тезисы, которые буквально за вчерашний день уже устарели. Потому что не только Яндекс и Тинькофф, а огромное количество банков, IT-компаний, компаний из разных секторов начали массово переводить сотрудников на работу из дома. И, конечно же, возникает вопрос. Хорошо, допустим, вышел приказ по компании. Все идут работать из дома, потому что нужно пересидеть эту нашу страшную пандемию. Но вопрос, а как же в это время все-таки работать? И этот вопрос, он стал перед, в общем-то, бизнесом любого, наверное, размера. Как эффективно организовать ту самую дистанционную работу? Я в свое время был предпринимателем. Я не знаю, Саш, есть ли у тебя такой опыт. Такого к тебе точно нет. Но тогда я поделюсь вот своей личной болью во время кризиса, например, 2008 года. Тогда вроде как не требовалось переводить сотрудников на удаленку. Но многие все равно это делали, потому что уже невыгодно начиналось платить за аренду. То есть нужно было на чем-то экономить. И тогда, и сейчас абсолютно одни и те же вопросы. То есть владелец бизнеса, перед которым стала такая проблема. Первое. Он боится потерять контроль за процессом работы. Но ведь действительно, откуда я знаю, чем занимаются сотрудники, сидя у себя в квартире? Пьют молоко, качаются, смотрят сериалы, учат английский. Это все замечательно, но вопрос, а когда же работать? Конечно же, и сами сотрудники не знают, а что же им, собственно, делать. Вовлеченность падает, естественно, появляются колоссальные риски того, что люди просто-напросто уйдут. А заменить их потом, на самом деле, будет не так уж и легко. И, конечно, образуются коммуникационные провалы. Потому что непонятно, как теперь информировать людей. Непонятно, как ставить им задачи. Если раньше директор мог просто пройтись по офису и сказать, Иванов, ты делаешь это, Сидорова, а ты делаешь вот это, то теперь, проходя по офису, он не находит ни Иванова, ни Сидорову. Но, знаете, при этом есть довольно интересный момент. То есть мы, как компания, у которой есть инструменты для удаленной работы, собрали обратную связь наших клиентов и поняли, что на самом деле бизнес еще не готов переходить на работу из дома. Потому что, как правило, у компаний нет плана этого перехода. Почти у всех отсутствует опыт работы с удаленными сотрудниками. И очень многие до этого не понимали, какие же инструменты нужно использовать. Но есть интересный момент. А что же сами сотрудники? Готовы ли они переходить? Сотрудники, на самом деле, уже готовы. Они, в принципе, уже имеют, ну, можно сказать, квалификации. Потому что мы живем в том мире, в котором люди уже имеют инструменты для удаленной работы. Они привыкли общаться в чатах, когда сидят в соцсетях. У них есть множество мессенджеров, как на компьютере, так и на телефоне. И, ну, в конце концов, у каждого уже есть мобильный телефон и возможность связаться с кем угодно чуть ли не в любой точке мира. И также, что касается удаленной работы, это, конечно, важно иметь файловые хранилища, чаще всего в облаке. И, я думаю, к этому уже также очень многие привыкли. Поэтому для сотрудников не будет сильно шоковым тот переход, потому что они имеют уже какие-то понимания того, как базовых принципов работы удаленно. Перед тем, как показать, какие же инструменты люди могут использовать не только с компьютера, но даже с мобильного телефона, я увидел комментарий в чате, что у некоторых сотрудников банально нет компьютеров. То есть нет ноутбуков, может быть нет стационарных компьютеров, которые можно перевезти домой. Но, друзья, мобильные телефоны есть почти у всех. Давайте будем откровенны. Так вот, смотрите, за последний год количество людей, которые вообще подключились, например, к интернету, во всем мире выросло примерно на 1%. Количество людей, которые начали активно пользоваться смартфонами, мобильной связью, выросло на 7 с лишним процентов. Количество людей, подключившихся к социальным сетям, выросло почти на 10%. Это мировая статистика. А теперь я задам вопрос. Саш, как ты думаешь, у людей, которые все-таки уже начали пользоваться социальными сетями, какое среднее количество аккаунтов есть у этих людей? То есть в каком количестве социальных сетей они находятся или регистрировались? Слушай, ну я бы на вскидку сказал, что около пяти. Где-то около пяти. Ты близок к истине, но не совсем. По данным компании HotSuite, в среднем 8,6 аккаунтов есть у каждого человека, у которого есть доступ к социальным сетям. И это подтверждает наш тезис, что на самом деле сотрудники готовы, но в том случае, если вы начнете перевод на удаленную работу с работы во внутренней социальной сети вашей компании. И мы с Сашей сейчас хотим показать, как же, собственно, это сделать. Ну, вот про социальные сети мы уже сказали, да, то есть это то, что знакомо людям, они пользуются этим ежедневно. И теперь наша с вами задача, как управленцев, как предпринимателей, как бизнесменов, это сделать так, чтобы эти навыки работали на ваш бизнес. Поэтому мы покажем на примере нашего продукта Bitrix24, который мы сами использовали, конечно же, для себя, для нашего перехода на удаленную работу, как это сделать. Как перейти на работу из дома за 10 простых шагов. Смотрите, что происходит, если у компании сейчас нет единого рабочего пространства. Ну, вот представьте, например, вы отправляете сотрудников на удаленку и говорите, ребята, значит, с этого дня все работают из дома. И вот представьте сотрудник, у которого один привык работать в скайпе, другой привык общаться в телеграмме, третий работает с документами, четвертый еще с чем-то. Если не создать для этих сотрудников единое рабочее пространство, будет колоссальный хаос. Вы видите на слайде проблемы, с которыми столкнется такая компания. То есть разные инструменты, сотрудники не понимают вообще, кто что сейчас делает, из дома это не видно. Огромное количество чатов, опять же, скайп, телеграмм, вайбер, фейсбук, мессенджер, что угодно. Большая часть информации просто потеряется. Руководителю будет сложно все это контролировать. Сотрудников вовлеченность, естественно, будет падать. И вообще в результате непонятно, кто за что отвечает. Мы в свое время, когда, собственно, выпускали Bittrex24, выпускали его как внутреннюю социальную сеть компании. Я уверен, что многие из вас знают и ассоциируют наш продукт с CRM. Потому что в последнее время огромный спрос был на рынке CRM, то есть систем для управления продажами и работы с клиентами. Однако изначально Bittrex24 это внутренний корпоративный портал компании, то есть внутренний фейсбук. Давайте назовем это так. И это не только социальная сеть. Здесь сотрудники работают с одинаковым набором инструментов. Здесь их единая информационная среда. Здесь абсолютно понятно, кто за что отвечает, кто чем занимается в данный момент. Здесь можно очень легко проинформировать как всю компанию о каких-то важных новостях, так и отдельные рабочие группы. И благодаря этому сотрудники оказываются вовлечены в общий рабочий процесс. При этом раньше казалось, что в офисах люди боролись социальными сетьми и они казались какой-то проблемой для работы сотрудников. Но оказалось, что если с ними не бороться, а перенять от них то лучшее, что у них есть, это даже только помогает работе компании. Сотрудники могут нормально общаться и решать рабочие вопросы с помощью уже привычных инструментов. С чего начать? Друзья, конечно же, начинать нужно сначала. То есть с приглашения людей во внутреннюю социальную сеть компании. Мы будем показывать все на примере Bittrex24 и не только на слайдах. Мы зайдем на наш тестовый портал и какие-то вещи покажем вам с Александром просто вживую. Но для начала с чего начинаем? С приглашения людей в ту самую внутреннюю социальную сеть или в Bittrex24. Для этого есть много возможностей. То есть можно всем сотрудникам отправить ссылку на регистрацию. Можно пригласить сотрудников, например, по SMS, и тогда приглашение придет на мобильный телефон, и сотрудник сразу окажется не только внутри социальной сети, но и с действующим мобильным приложением. Можно пригласить сотрудников по адресу электронной почты. Ну, я думаю, тоже тут абсолютно понятно, как это сделать, не будем говорить. Или можно вообще самостоятельно человеку, который является администратором вашей внутренней рабочей социальной сети, просто зарегистрировать нужных сотрудников, то есть ввести их в базу данных. Что в результате произойдет? Ну, во-первых, понятное дело, что у вас будут карточки всех ваших сотрудников, и люди будут знать по-прежнему, кто работает в компании, даже если они не видят этих людей в офисе, будут понимать, кто из них на связи, кто не на связи, будут иметь возможность связаться с ними разными доступными способами. Мы с Сашей покажем, как это работает. Будут иметь возможность даже стресс замерить на своем рабочем месте. Но, наверное, об этом мы расскажем позже. Что очень важно? Очень важно не просто пригласить всех сотрудников в Bitrix24, а сразу воплотить организационную структуру вашей компании. Ну, вот как на данном примере вы видите сейчас перед собой, то есть есть руководство компании и есть подразделение. Почему важно это сделать именно на первом этапе? Потому что дальше вы, безусловно, будете как-то дозировать информацию, которая предназначена для тех или иных отделов, департаментов, подразделений. И будете организовать групповые коммуникации не только между людьми персональными, но и между целыми отделами. При этом особенно это важно для удаленных сотрудников, которые чаще не видят вообще всех тех, с кем они постоянно связываются. И такая вот структура помогает всем тем, кто никогда в офисе не появляется, просто хотя бы знать друг друга в лицо и понимать, с кем они переписываются каждый день. А как будет организована эта коммуникация? Что ж, давайте мы с вами пойдем дальше. То есть у нас уже есть люди внутри нашего Bitrix24, внутри нашей рабочей социальной сети. Как организовать с ними теперь коммуникацию? Как с ними теперь общаться? Ну, во-первых, давайте все-таки по сценариям с вами пройдемся. Какие вообще проблемы есть у дистанционной коммуникации? Когда люди не сидят друг напротив друга, как мы с Александром сейчас, а они где-то далеко, да, и ты, может быть, не видишь их в лицо. Во-первых, опять же, страшный хаос и бардак начинаются тогда, когда есть разные средства коммуникации. Например, разные чаты. То есть человек говорит, я привык пользоваться скайпом, пишите мне в скайпе. Другой говорит, телеграмм, мой любимый мессенджер, другого не предлагайте, я есть только там. А третий, например, только в одноклассниках и пойди найди его. Один еще звонит просто вам на телефон постоянно. Сотрудники не чувствуют себя частью единой команды, все цепочки коммуникации разорваны. Довольно сложно быстро реагировать, довольно сложно быстро получить обратную связь как руководителю, так и любому сотруднику. Ну и проблема, которую я уже озвучивал, вообще непонятно становится, кто над чем работает. Что мы можем предложить внутри Битрикс24 для того, чтобы коммуникация была единая? Во-первых, как в большинстве привычных нам с вами социальных сетей, есть единая живая лента. Живая лента это, по сути, там стена Фейсбука или ВКонтакте, где сотрудники могут увидеть все ключевые сообщения, либо информация по компании. При этом очень важно сказать, что нужные сообщения увидят именно те, для кого они предназначены. Саша, ты активно пользуешься Фейсбук? В общем-то да. Ну тогда, я думаю, ты наверняка встречался с проблемой, когда ты написал какой-то важный пост, у тебя почти 5000 подписчиков в Фейсбуке, и ты предполагаешь, что, наверное, сейчас нутчик 200 на него отреагирует. Но умные алгоритмы Фейсбука, видя, что твой пост, возможно, носит какой-то характер, который они посчитали рекламным, и хотелось бы получить с тебя денежку за это, пессимизируют твой пост, и его видят в результате 7 человек. Конечно. И ты получаешь какие-то, например, два комментария и полтора лайка. И внутри рабочей социальной сети так не бывает. Потому что информация, которая предназначена для конкретного отдела, видит именно этот отдел. И тот автор, который написал пост, он даже видит, кто из сотрудников эту информацию увидел и ознакомился. Ну, естественно, что со временем это количество будет накапливаться, не все увидят ее одновременно. Если вы подготовили действительно важное сообщение, например, друзья, эпидемия закончена, мы торжественно поздравляем вас с тем, что коронавирус побежден, и послезавтра возвращаемся обратно в наши офисы. Вы хотите, чтобы все это прочитали, вы просто публикуете важное сообщение, и у людей появляется выделенное, подсвеченное цветом сообщение с кнопкой «Я прочитал». И там можно будет посмотреть, кто именно прочитал. То есть, когда для удаленных сотрудников непонятно, прочитали они на самом деле это или нет. Всегда в таких сообщениях есть счетчик, который покажет, кто посмотрел, и не получится сказать, что я ничего не видел. Вот все показано, что ты это видел. Если вы хотите повысить мотивацию ваших сотрудников, поднять их вовлеченность, то вы можете использовать привычное средство социальной сети. Ну, про лайки мы даже, наверное, много сейчас говорить не будем. Вы можете, к примеру, использовать такую штуку, которую часто называют «пряник». На самом деле это неформальная, нематериальная мотивация. Вы выделяете группу сотрудников, которые отлично отработали вчерашний день, или лучше всех справились с переездом, или помогли большему количеству сотрудников развести их по домам вместе с их компьютерами. И публикуете благодарность, в которой выделяете этих людей. Друзья, даже лайк от руководителя во внутренней социальной сети сотрудники воспринимают с огромной радостью. Что уж говорить про персональную благодарность. Более того, эту благодарность можно не только написать текстом, но даже записать в видео. Если же вы хотите оперативно собрать какую-то информацию, можно, конечно, уйти в чат. Про чаты мы с Сашей расскажем сейчас. Однако можно также создать опрос. В общем-то, такие инструменты есть и в привычных нам социальных сетях. И получить нужные ответы от ваших коллег и сотрудников. Ну, давай покажем просто примеры. Я знаю то, что Саша работает с несколькими подразделениями удаленных сотрудников, где есть целые команды. И между этими командами идут определенные соревнования. Да, да. То есть люди постоянно участвуют в них. Как-то вот они друг друга подбодривают. Вот опять-таки люди вообще друг друга не видят. И вот такие вот даже виртуальные соревнования очень бодрят. Помогают как-то повысить эффективность сотрудников. И на самом деле это очень здорово. То есть эти соревнования могут быть на абсолютно любую тему, связанную как с бизнесом, так и с другими какими-то неформальными вещами. Все это опять же происходит во внутренней социальной сети компании. А для того, чтобы люди лучше понимали вообще, кто работает в компании, кто еще жив, кого не покусали зомби. Слава богу, вроде бы не покусали никого. И мы не ожидаем таких инцидентов. Вот. То мы, например, используем внутри нашей компании такую историю, как публикацию поста о себе. То есть есть специальная группа, мы из Bittrex24, где наши сотрудники рассказывают подробно о том, кто они, как они пришли в компанию, чем они интересуются, чем увлекаются. Это позволяет нам лучше чувствовать своих коллег, уважать своих коллег и вообще быть с ними в контакте, что называется, на связи. Да, это действительно очень важно. Особенно, когда все сотрудники опять-таки очень разделены географически и могут даже не видеть друг друга. Ну, а для того, чтобы все-таки в вашей внутренней социальной сети не воцарился хаос и бардак, когда все вдруг начнут устраивать свои соревнования. Например, кто больше поднял гантели или выпил литров кефира в течение дня. Мы предлагаем третьим шагом вводить единые правила общения внутри этой социальной сети и, что самое важное, в чатах и видеозвонках. Почему это важно? Друзья, возможно, вы смотрели такой шуточный видеоролик в фейсбуке, который назывался «Чат дагестанских мамочек». Если не смотрели, посмотрите, это довольно смешно. Те из вас, кто родители и у кого есть, например, какие-то групповые чаты в Вайбере, там, про школу или про детский садик, меня поймут. Иногда это смотрится, ну, либо очень весело, либо ужасно. То есть, нужны определенные правила. Очень важно понимать, что вообще переписки, например, в чатах и так далее, они реально отвлекают людей, они занимают много времени. При этом человек, который что-то написал, он ждет, что ему моментально ответит. И он же не знает, что в этот момент его коллега может делать какую-то важную задачу. Обижается, почему он не отвечает, что это такое. А другой обижается, почему меня вообще достают. Ну, и очень плохо, когда этих чатов становится огромное количество, а это не те чаты, непонятно, что там вообще обсуждается, не фиксируются итоги. Поэтому нужны определенные правила. Это даже не совсем, я бы сказал, технические средства. Это, скорее, правило даже хорошего то на общение в интернете. Всегда мы рекомендуем, когда вы общаетесь в чате, это чаще всего какое-то более быстрое общение, вы решаете быстро вопросы. Когда у вас обсуждение серьезных, каких-то масштабных рабочих вопросов, всегда создавайте рабочие группы. Это помогает ввести более структурированную беседу. Мы также это с Юрием покажем. Нет смысла создавать слишком большое количество чатов, в них можно запутаться. Поэтому рекомендуем создавать общие чаты на несколько человек. И, конечно, всегда договаривайтесь о созвонах, благо есть инструменты для того, чтобы это делать. И это очень важно для решения больших дел. Чаты все-таки для чего-то более скоротечного, для более простых вопросов. И лучше всего после любого обсуждения, хоть это видео обсуждение, хоть это чат, как-то резюмировать все, что происходит, чтобы все общение приводило к какому-то результату. Можно создавать задачи, опять-таки, рабочие группы, чтобы все было не просто инструментами общения, а приводило к конкретному результату. Давайте попробуем сделать это вживую. Сейчас я вижу чат нашего вебинара, в котором идет довольно активное обсуждение. Друзья, я благодарен как за вопросы, так и за комментарии. Повторю, в конце вебинара мы обязательно на них ответим. Но мы уже чувствуем с вами определенный хаос, потому что разные люди пишут о разных вещах. Давайте попробуем на примере нашего Bitrix24, нашего демо-портала, просто воспользоваться чатом и сделать это эффективно. То есть я очень надеюсь, что сейчас в данный момент, например, Александр напишет сообщение. Да, давайте как-нибудь. Да, мы есть друг у друга как бы внутри. Вот, перед вами сейчас наш внутренний чат. Саша, нужно правильно написать мое имя. Я надеюсь, получится. Я очень в этом уверен. Ты можешь написать сообщение и в общий чат, на самом деле. Я тебя тоже увижу. А я напишу тем временем сообщение тебе. То есть в данный момент мы переписываемся. Как видите, Саше уже пришли сообщения от меня. Мы, конечно, можем просто поболтать, но можем сразу же в чате, например, создать задачу. Или сделать, к примеру, какую-нибудь встречу. Планируем на 14.30. После чего мы добавим себе либо в календарь. Но, вот смотрите, прямо сейчас Александр из чата создает у нас, например, задачу. Все, создана задача. Мы чуть позже, конечно же, покажем, как с ними работать. Но, вот представьте другой сценарий. То есть мы с Сашей поболтали в чате, а потом забыли, что мы хотели обсудить эти комментарии. В результате ряд ценной и полезной информации, которую вы, дорогие слушатели вебинара, дадите нам по ходу вебинара, может оказаться просто утерянно. Однако, уже есть задача. И в этой задаче мы с Сашей проработаем над тем, чтобы мы не потеряли и не забыли ничего. Но, кроме чатов, друзья, мы очень рекомендуем использовать, например, видеозвонки. И я хочу обрадовать всех тех, кто уже пользуется Bitrix24. Потому что именно сейчас, вот последнюю неделю, наша команда очень активно работала над повышением качества связи в видеозвонках. Конечно же, мы проверяем на себе, и вы уже либо видите это, либо увидите в ближайшее время. Это касается не только персональных, но и групповых видеозвонков. То есть не обязательно уходить, например, теперь в Скайп и созваниваться в Скайпе, и потом успешно забывать, что же там было. Все можно делать внутри Bitrix24. Сегодня утром я собирал планерку своих коллег, которые работают с нашим международным направлением. И мы общались на этой теме. Маркетинг общался на свои темы, ну и многие другие сотрудники на свои. И даже, несмотря на то, что люди у нас уже сидят дома, я не вижу их в офисе. Но в видеозвонке они видят меня, я вижу их, мы понимаем, что никого из нас, повторю, не покусали зомби, наш цвет лица не превратился в зеленый. Значит, все хорошо, все нормально, работа идет. Для того, чтобы также работа шла эффективно, Саш, давай покажем еще одну вещь. Это рабочие группы. То есть как очень хорошо можно построить коммуникацию внутри социальной сети. Можно создать на портале не только организационную структуру, в которой будут разные отделы или департаменты, но и нужные рабочие группы. Давайте создадим группу, например, вебинары во время удаленки. То есть прямо сейчас Александр создает рабочую группу. Добавь в нее, пожалуйста, меня и, скажем, Катю Шаленкову и Юрия Волошина. Итак, коллеги, мы вернулись. Если вы сейчас снова нас слышите и видите, поставьте, пожалуйста, плюс. Друзья, ничего страшного не произошло. Коронавирус не победил, зомби нас не покусали. Банальное падение интернет-канала. Мы включили резервный. Слава богу, все работает. Спасибо большое. Был вопрос, сколько шагов мы прошли. Мы на четвертом шаге сейчас с вами. И этот шаг – это правило регулярных дистанционных совещаний. После того, как мы создали рабочие группы, мы говорим про проведение собраний и планерок. То есть нужно запланировать, в какое время вы собираетесь с людьми и, собственно, что же дальше происходит. Да, все это можно сделать также с помощью инструментов BITREX24. Когда вы планируете событие, вы можете посмотреть, в какое время оно удобно всем. У вас есть специальный планировщик, который покажет, когда все люди могут прийти. Кроме того, все это делается очень быстро, с помощью удобных инструментов. Мы рекомендуем для всех событий делать четкую повестку, чтобы все понимали, о чем будет речь, какие будут темы обсуждения и что, в принципе, будет происходить. И планировать какой-то список задач, которые также будут обсуждаться на этих встречах. Вы можете синхронизировать все ваши события с какими-то внешними сервисами, с там же Google или Outlook, с мобильным телефоном тоже, если вам это удобно. Ну и, конечно, если народу много, нужно делать напоминания, чтобы люди помнили об этом. Вы знаете, мне очень нравятся комментарии, которые я сейчас читаю в нашем чате. Да, действительно, такое может произойти, представьте, и в тот момент, когда вы собрали вашу команду. У вас точно так же может, например, на минуту или на пять минут отрубиться интернет. И какая-то часть общения, если она не зафиксирована, про нее потом просто все забудут. Как и сейчас, нас спрашивают, повторите, пожалуйста, шаги, которые вы рекомендуете. Друзья, обязательно в конце вебинара мы еще раз пройдемся по всем десяти шагам, то есть напомним этот список. Кроме того, повторю, будет доступна запись. Но для того, чтобы ваши регулярные дистанционные совещания были эффективными, фиксируйте их результаты в планерках. То есть фиксируйте ответственного за каждый вопрос, фиксируйте, что обсуждали и какие решения приняли. Ну и еще один момент, что делать, если, например, люди не могут подключиться своевременно или не очень понимают, что происходит. Или представьте, вы перешли на удаленную работу в тот момент, когда в вашей компании работает 30% новых сотрудников, пришедших, например, за последние пару месяцев, еще не успевших до конца адаптироваться. Пятый шаг. Это нужно ввести культуру хранения знаний компании и инструкций для новых сотрудников. Мы говорим сейчас про базу знаний. Да, чаще всего это касается именно тех, кто приходит только что. Для новых сотрудников обязательно нужны какие-то вводные, какая-то информация, которую они могут воспользоваться. И если их не будет, им будет очень тяжело влиться и начать работать. Это занимает значительно дольше времени. Кроме того, хранение четких регламентов и каких-то, в принципе, понятий, что происходит в компании, будет важно даже тем, кто уже годами у вас работает, чтобы все понимали, что действительно происходит в компании. И также, что очень часто возникает в компании, когда уходят опытные сотрудники, то, что они знают, какие-то их накопленные знания, они просто пропадают. Они уносят их с собой. Поэтому такое все нужно фиксировать, чтобы все это осталось компанией. Я просто приведу один пример. Одно из подразделений, которое сегодня у нас еще работает в офисе, а не перешло на удаленную работу, это наш отдел продаж. Это связано с тем, что им нужно отвечать клиентам по телефону, и мы сегодня как раз переводим телефонию тоже на удаленную работу. Это довольно забавно звучит, но на самом деле так и есть. И вот сейчас в отделе продаж из, например, 12 человек, которые работают, считайте четверо, это новички. Они пришли в компанию за последние полтора месяца. И с момента, когда они пришли, естественно, они сразу получают доступ к корпоративной базе знаний о том, какие продукты мы продаем, какие условия отгрузки клиентам, какие условия продления лицензий, как вообще работать с клиентами, какие правила коммуникации использовать. Вот, когда у нас проходят какие-то спецпредложения, многое-многое другое. Все это хранится в корпоративной базе знаний. Я бы даже добавил от себя небольшой статистики, то мы когда начали использовать у себя в отделе базы знаний, у нас буквально сейчас три новых сотрудника. Если раньше процесс как-то вовлечения, человек от прихода на работу начинал что-то делать по профессии, это занимало около недели, вот этот процесс вливания. То есть сейчас занимает где-то около двух-трех дней, когда мы подготовили базу, структурировали, что в принципе людям надо делать, какие-то их рабочие обязанности. Сейчас занимает это значительно меньше времени, поэтому очень-очень рекомендую этот инструмент. Саш, давай покажем, как это выглядит. Да, конечно. Вот, то есть по сути она похожа на, можно сказать, на сайт. Можно сказать на сайт, конечно. То есть такой симпатичный сайт прямо внутри вашего Bitrix24, где любой сотрудник, к которому есть доступ, может зайти и получить именно ту информацию, которая ему необходима. Создается он очень просто, с помощью простых блоков. Вам не нужно ничего программировать, не нужно вывести суперразработчикам, просто собираете его вручную. Если нужно найти какую-то информацию, то просто ставьте поиск, человек набирает там, я хочу узнать, как мы работаем по праздникам. Все, он набирает, ему показывается какая-то отдельная статья, где он может это прочитать. Просто это хранится, и всегда он может это зайти, прочитать заново. Или внутренние телефоны сотрудников, или к кому бежать, когда отвалился интернет. Да даже если как кофеварка у нас в офисе работает, это любая информация, которая может быть полезной. По-моему, это самая устаревшая информация, которая вообще может быть на ближайший месяц. Да, да, да. Но в принципе такое возможно. Но на будущее мы верим, что она все-таки нам пригодится. Да. И особенно это важно для удаленных сотрудников, когда вы не можете сесть рядом с вашим сотрудником, и целый день ему что-то объяснять, как мы на самом деле работаем, то это очень упрощает работу. Вы просто присылаете ему ссылку, он целый день читает, уже без вашего ведома, и получает уже те знания, которые уже накоплены, и не нужно постоянно переживать, так он понял это или не так. Очень много хороших вопросов прямо сейчас вы задаете про базу знаний. Друзья, мы обязательно дадим вам ответы, ну, по крайней мере, на большинство из них. Я верю, мы успеем. Да, я. Ну что ж, переходим дальше. Да. Кроме базы знаний, на самом деле, сотрудники, естественно, будут работать с какими-то приказами, регламентами, прайс-листами, положениями, другими словами, корпоративными файлами. Вот, и здесь точно так же, особенно при переходе на удаленную работу, возникает вопрос, где это хранится и как с этим работать. И вот сейчас вы видите проблемные сценарии при работе с такими файлами. Я думаю, очень часто бывала такая ситуация, когда приходит ваш сотрудник, у него сломался компьютер или сгорел там ноутбук, что-нибудь подобное. И вот пропал годовой отчет или пропали, в принципе, любые файлы, которые он набирал годами. Все, это уже невозможно сохранить, поэтому такая ситуация случается довольно часто. У меня была реальная беда. Я летел в командировку, когда мы еще летали в командировке, на выступление в Тюмень. И прямо по дороге, собственно, это произошло в аэропорту, у меня реально сгорел ноутбук. Ну, не сгорел, а просто-напросто выключился и уже не включался. И рабочая презентация, если бы она хранилась только на моем ноутбуке, если бы я сидел и делал ее только в самолете, она была бы сорвана, мне пришлось бы начинать с нуля. Но меня спас наш диск, который есть в Bitrix24, потому что, конечно же, я сохранил туда резервную версию презентации. Да, ну, я думаю, это могло тебя спасти, поэтому мы рекомендуем не только хранить это на компьютерах, но обязательно делать копии в облачных хранилищах. Давай про диск расскажем подробнее. Давай, конечно. Так, то есть мы уже рассказывали, что вы можете дублировать эти файлы, чтобы они хранились в облаке на вашем Bitrix24. Кроме того, вы можете работать там не только самостоятельно, но и давать права на ваши документы, например, вашему руководителю или вашим коллегам, чтобы все имели доступ к нужной информации. И это, к тому же, можно их быстро восстановить, если вы их случайно удалили или, может быть, не случайно. И также их очень легко и быстро найти. Я думаю, мы можем продемонстрировать. Да, давай прямо покажем. Да. То есть, естественно, диск есть как общий всей компании, так и персональный у каждого сотрудника. И мы просто-напросто переходим на диск, и что можно сделать? Можно, например, поделиться своими файлами с каким-то конкретным сотрудником или, например, с целой группой или целой компанией. Давай сначала продемонстрируем общий диск. Давай. То есть тут попадают все файлы, которые нужны компании целиком, все сотрудники имеют к нему доступ. Также можно посмотреть внутренние регламенты, если вы храните их не в базе, или какие-то просто документы для бухгалтерии, и здесь могут храниться. Или даже, например, записи телефонных звонков, которые нужны вашим руководителям отдела продаж. Мы забегаем немножко вперед, об этом тоже поговорим. А чтобы прослушивать, как вообще сотрудники общаются с клиентами, и как повышать качество работы с клиентами. Ну и кроме того, вы всегда можете организовать свой диск, задать какую-то папку, те же самые записи. Давайте зададим. И вот уже на вашем диске появляются те же самые записи. Вы можете добавлять уже в них новые файлы и также организовать у себя структуру хранения. Я думаю, что здесь нет ничего принципиально нового. Люди, которые работали в различных, там, Яндекс, Диск, Дропбокс, в общем-то, найдут для себя похожие функции. Самое важное, что здесь вы это используете не только в личных интересах, но в первую очередь в интересах компании. То есть если даже все перешли на работу из дома, у них остается доступ к нужным корпоративным документам. Конечно же, этот доступ, он ограничен и регламентируется правами сотрудников на вашем портале Битрикс24. Ну и мы переходим сейчас к следующему шагу. После того, как у нас уже сотрудники внутри нашей социальной сети. Они научились общаться в чатах, созваниваться, делать это регулярно. Есть определенные правила этого общения. У них есть единая база знаний, единое хранилище документов. Следующий шаг, который мы рекомендуем использовать, это настройка регулярных или рутинных бизнес-процессов компании. Что это может быть? Ну, к примеру, прием или увольнение нового сотрудника. Я не буду приводить такой пример, как командировка, сейчас он просто не актуален. Но, например, оплата счетов, потому что мы все продолжаем бизнес, мы продолжаем что-то покупать, что-то продавать. Согласование каких-то других вещей. Например, кто-то из сотрудников решил, что ему принципиально важно сейчас уйти в отпуск. И представьте, раньше все это согласовывалось на бумаге. Что делать сотруднику? То есть он теряет шанс уйти в отпуск или вообще уволиться, или чтобы его приняли на работу, потому что никто не может подписать ему бумажку. Да? Нет никого, кто мог бы подписать ему бумажку. Но все это на самом деле уже сейчас оцифровано. То есть если, ну вот перед вами сейчас проблемы дистанционного согласования, вы можете очень легко и быстро согласовывать документы любых типов внутри BITREX24. Я сделаю здесь важную ремарку, потому что большая часть возможностей, которые мы с Сашей показываем, она есть на бесплатном BITREX24. Бизнес-процессы это более профессиональный инструмент. Он доступен только в некоторых платных тарифах BITREX24. Однако попробовать его может абсолютно любая компания. То есть создать бизнес-процессы вы можете абсолютно без проблем, включив демо-режим, и в течение месяца попробовать настроить нужные вам бизнес-процессы. И потом уже определяться, нужно ли вам сохранять их и тогда выбирать какой-то платный тариф, или, например, они не так уж важны или критичны. Я считаю, что, допустим, оплата счета это достаточно критичный момент, который нужно сейчас согласовывать. И если раньше руководитель делал это, например, на бумажке или по электронной почте, то все можно упростить. Можно просто создать бизнес-процесс. Сейчас вы видите на экране конструктор, который представляет, по сути, обычную стандартную блок-схемы. Бизнес-процессы внутри BITREX24 прекрасно настраивают наши партнеры, интеграторы BITREX24. При желании можно разобраться и самому, но вот именно в этом случае я все-таки рекомендую обращаться к нашим партнерам. Но, по сути, это блок-схема, которая предусматривает последовательность действий и ответственного на каждом этапе. А дальше это будет выглядеть совсем не так страшно прямо со своего мобильного телефона. Например, мой руководитель, вот как сегодня нам нужно было оплатить за услуги, скажем, телефонии, для отправки смс нашим клиентам. Сотрудница, которая отвечает за это направление, отправила бизнес-процесс на согласование мне. Я увидел бизнес-процесс, увидел сумму, я согласен, просто нажал согласовать. Дальше это улетело, например, генеральному директору, он также с мобильного телефона нажал кнопочку согласовать. Дальше бухгалтеру улетело, значит, как это правильно называется, задание, бизнес-задание, оплатить счет. То есть все действие происходит буквально за несколько минут. А теперь представьте, мы бы с бумажками друг за другом гонялись. Это было бы реально страшно. Это даже возвращаясь к вопросу, когда нас спрашивали, что делать, если нет компьютера. С телефона, в принципе, можно делать все те же самые возможности, которые мы описывали ранее. Нужно ли прямо все процессы компании формализовывать? Возможно, нет. Однако и мы с Александром, и все наши коллеги абсолютно уверены, что в компании должна быть культура выполнения рабочих заданий, даже если они не являются формализованными бизнес-процессами. То есть если я как руководитель ожидаю от своих сотрудников, что они сделают ту или иную задачу, то задача должна быть зафиксирована, обсуждена и выполнена. И сейчас мы покажем, наверное, самую любимую нашими многими клиентами часть, это работа с задачами. Но перед этим снова пройдемся по болевым процессам. Да, очень часто при работе с задачами сложность возникает с контролем, особенно когда мы говорим про дистанционную работу. Руководитель просто не видит в себе задачи подчиненных, он не знает, чем они на самом деле понимают. Да и сами сотрудники, они тоже не до конца понимают, что происходит, и у них внутри отдела, а если еще подключается как-то межотдельное сообщение, то сотрудники просто не понимают, что происходит и забывают о задачах. Или даже просто саботируют их, переносят сроки, ничего не выполняется. А теперь представьте, если от задачи зависит целый проект, и сотрудник, который, например, забыл, вот банально забыл что-то сделать, он подводит ведь не только себя и своего руководителя, он подводит целую команду, и от этого страдает целый проект. И к тому же они могут просто неправильно понять, что от них хотят, если задача сделана неверно, и нет возможности обсудить ее лично. Ну что ж, давайте тогда пройдемся по тому, как работает инструментарий задач внутри BITREX24. Задачи ставятся довольно легко, есть все необходимые инструменты работы с задачами, это разделение по ролям, напоминания, чтобы сотрудники не забывали, какие задачи им нужно выполнить. И кроме того, что важно для контроля, руководитель может посмотреть, чем на самом деле занимаются сотрудники, какие у них задачи и что они делают. И это принципиально важный вопрос, потому что вот именно сейчас, когда мы отправили наших сотрудников на удаленную работу, на работу из дома, или когда вы сделаете это, вам как руководителям будет принципиально важно, работают ли они над теми задачами, которые вы поставили, не забыли ли о них, что происходит в этих задачах, какие вероятности их выполнения, и будет ли это сделано в срок. Да, это сейчас особенно важно. Продемонстрируем, может как это работает? Да, давай прям покажем. Мы уже показывали задачи при создании из чата, можем сейчас отдельно показать раздел задач и создать их там. Отлично. Пока я вижу комментарии, пока у нас создается задача, про предыдущий шаг бизнес-процессы, о том, что в мобильном приложении бизнес-процессы не работают. Друзья, это не так. Бизнес-процессы прекрасно работают в мобильном приложении, и абсолютно легко и просто. Я как руководитель или мои руководители согласовывают их. Так, в данный момент, Саша, я вижу нас с тобой на экране, но не вижу почему-то демонстрации экрана у тебя. Сейчас все будет небольшой. Все еще немножечко нас пытается подставить интернет, но вот, мы уже перешли в раздел задач. Нет, не перешли. Сейчас перейдем. Небольшая задержка. Вот теперь перешли. Да, еще раз покажу. Поставь задачу мне. Да, 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 конечно. То есть мы быстренько нажимаем кнопку добавить задачи. Например, задачу ответить на вопросы о бизнес-процессах. Здесь мы просто должны указать нужного нам человека. Юра, вижу тебя. Поздравляю. Всегда мы рекомендуем ставить крайние сроки задачи. Это значительно повышает ответственность сотрудников. Они просто понимают, к какому сроку нужно выполнять эти поручения. Я предлагаю добавить также в задачу наблюдателя, например, Юрия Волошина, человека, которого отвечают у нас за продукт. Потому что, может быть, я не до конца компетентен по каким-то вопросам, и мой тезка поможет мне сделать все это качественно. Кроме того, я хочу, чтобы, как руководитель, контролировать процесс выполнения моей задачи. Поэтому я хочу принять работу после завершения. Таким образом, когда Юрий закончит выполнение задачи, я, как руководитель, получу уведомление, что мне нужно проверить, насколько меня удовлетворяют результаты выполнения работы. Угу. И именно в этот момент у меня появилась новая задача. Вот. Сейчас я перейду в нее. И, наверное, вот я вижу задачу ответить на вопросы о бизнес-процессах. Кроме того, очень важно общаться внутри задач. Внутри задач есть также поля комментариев, где люди могут писать какие-то вещи, что им что-то непонятно, или наоборот. Все, принято, начинаем работать. Вот. Да, вот вижу, Юрий верно проконтролировал, что я что-то написал не так. Я поставлю лайк, я с ним согласен. Итак, я уже дал первый ответ про мобильное приложение. Ну и для того, чтобы не держать вас очень долго прямо на экране, пожалуй, я эту задачу завершу. То есть я предполагаю, что вроде бы я уже все сделал. В этот момент моему руководителю по задаче, ну постановщику задачи на самом деле, Александру, приходит уведомление о том, что исполнитель задачи считает ее завершенной. И дальше у Саши есть выбор. Он может согласиться с этим и, например, принять мою работу, а может и не согласиться и заставить меня доделать задачу. Ведь наш вебинар еще не завершен и ответы на вопросы мы на самом деле до конца еще не дали. Я всего лишь прокомментировал один из вопросов, комментариев, который был задан в чате. Да, я хочу показать зрителям, что появится уведомление, то есть вы ничего не пропустите, вы как руководитель поймете, что вам нужно сделать, какие задачи вам нужно проконтролировать. Я вижу, что вот, Юрий ответил, меня устраивает, я принимаю. Если нет, то я просто отправляю Юрию обратно задачу, чтобы он еще поработал. Может быть еще и оценку хорошую поставишь? С удовольствием. Это тоже важный момент для мотивации сотрудников, понимать, как постановщик задачи, особенно если речь идет про непосредственного руководителя, оценил качество ее выполнения. Конечно же, мы показали вам только 5% возможностей, потому что можно было установить напоминание об этой задаче как постановщику, так и исполнителю. Можно было бы добавлять различные файлы к этой задаче, отчеты и так далее. Но, тем не менее, вот это самое простое, с чего нужно начинать. И есть самое главное правило, которое мы используем внутри нашей компании и рекомендуем всем нашим клиентам. Никаких устных задач. Никаких задач, которые просто сказаны голосом в видеозвонке или в чате. Никаких задач на блокнотике. Все задачи должны быть зафиксированы внутри вашего BITREX24. Это как внутренняя шутка, что без задачи делать не буду. Это может быть кажется шуткой, но это действительно очень важное, принципиальное решение внутри компании. Все только через BITREX24, чтобы ничего не упустить. И после того, как мы ввели с вами это правило, после того, как наши сотрудники начали работать по нему, у руководителей появляется очень эффективно работающий инструмент контроля и отчетности. То есть становится абсолютно понятно, кто же из сотрудников, что делал и чем занимался. Давайте перейдем к сценариям опять же. Какие есть проблемы вообще с контролем работы сотрудников на удаленке? Опять-таки то, что мы уже сегодня рассказывали, многие руководители просто не понимают, чем на самом деле занимаются сотрудниками. Сложно отследить, нет нормальных инструментов мониторинга, кто чем занимается, у кого сколько задач. И из-за этого у сотрудников падает дисциплина, потому что они знают, что по сути за ними никто не следит, можно делать что угодно. И это ведет к следующему уже отрицательному результату, что руководители, они начинают переходить просто к деспотии. Что вдруг не было ничего, и вдруг они начинают закручивать гайки, и у сотрудников падает мотивация еще ниже. Потому что им кажется, что за ними слишком наблюдают. А на самом деле никто не любит вот этот микроменеджмент. То есть люди любят, конечно, прозрачность, но не любят, когда кто-то постоянно стоит у них за спиной. И инструментарий задач, он дает возможность, с одной стороны, быть ответственным, с другой стороны, быть вовлеченным и мотивированным. Да, конечно. И что мы имеем, когда мы контролируем процесс выполнения задач через Bittrex24? Во-первых, опять-таки, руководитель видит, какие задачи в работе. Он может планировать дальнейшую деятельность, заниматься, собственно, теми, какие его прямые обязанности. Это планирование и контроль результатов. Вы можете смотреть за сроками, кто, когда, что запланировано. Ничего не будет пропущено. И можете одновременно отвечать вашим сотрудникам, что меня устраивает это, что-то меня не устраивает, что-то мы можем улучшить. И, кроме того, прямо на инструментах задач многие уже строят KPI-отделы. То есть примирование или не примирование. Можете смотреть за эффективностью того, как ваши сотрудники выполняют ваши поручения. У нас есть такие примеры внутри нашей компании и среди наших многочисленных клиентов. Давайте мы покажем интерфейс, как это выглядят, например, сотрудники, как это выглядит руководитель. Да, вот сейчас ваш руководитель перешел на страницу Алины, видит, какие у нее в работе задачи, что там у нее по проекту мероприятий, например, или сколько, в принципе, в работе задач. Вот если бы я был руководителем Алины, у меня сразу был бы вопрос, потому что одну задачу Алина уже просрочила, а четыре задачи, которые поставлены, они даже не просмотрены. Это неприемлемо. Да, с этим надо что-то делать. Ну и как может строиться модель KPI, связанная с задачами? То есть это может быть, к примеру, KPI как отдельного сотрудника, так и всей команды. Это может быть KPI, например, раз в месяц или за полгода, фиксируется количество задач, количество задач, которые были выполнены в срок, которые были выполнены с позитивной оценкой от руководителя, без замечаний и так далее. Ну и дальше сотрудники либо премируются, либо кремируются. Да, ну конечно же, последнее мы не используем в своей работе. Да, для того, чтобы сотрудникам было легче вести какую-то регулярную отчетность, есть инструментарий рабочих отчетов. И это могут быть отчеты, к примеру, за рабочую неделю. То есть сотрудник просто фиксирует, чем он занимался в течение недели, добавляет в этот же отчет задачи, с которыми он работал, для того, чтобы ничего не было упущено и для того, чтобы у руководителя не было шансов проявить ту самую деспотию. А туда же добавляет, к примеру, свои встречи в календаре. Даже если он работал, сидя у себя на кухне, все равно у него могло быть большое количество онлайн-встреч, совещаний, планерах и так далее. Это могут быть и отчеты за более длинный срок, например, за полугодие. То есть, опять же, видно, как сотрудник работал. Как мы рекомендуем делать? Как мы поступаем сами? То есть, если отчет составляется за неделю, вы можете составить регламент, по которому сотрудник должен заполнять этот отчет. Самое простое, безусловно, это вот такое эссе в свободной форме, когда сотрудник пишет, сам перечисляет основные вещи, которые он успел сделать в течение недели и фиксирует план работы на следующую неделю. Это дает возможность руководителю оперативно, во-первых, посмотреть, что происходит и при необходимости отреагировать. Или анализировать в конце недели, что было, что соответствует ли это плану, который поставил сотрудник. Может быть, он не так хорошо поработал на этой неделе. Ну, вот как вы видите на следующих скриншотах, поскольку это эссе в свободной форме, то примеры могут быть очень-очень разные. То есть, кто-то, например, публикует блок-схемы, кто-то публикует прямо там статистику, кто-то публикует еще что-то. Что очень хорошо лично для меня, как для руководителя, то, что к этому отчету, повторю, прилагаются задачи, встречи. То есть, я вижу, какими реальными задачами занимался. И человеку очень легко выбрать просто из списка задач, с которыми он работал, один раз поставить галочку, либо на одну, либо на все задачи, которыми он занимался. В результате у руководителя ничего не теряется. А мы сейчас с Александром перейдем к моей самой любимой части, которую мы оставили на закуску. Это работе в CRM. Я начинал наш вебинар с того, что очень многие наши клиенты знают Битрикс24 в первую очередь как CRM. Хотя мы не начинали работу с этим продуктом, как работу с CRM. Однако сейчас это самая востребованная часть. И я предполагаю, что в этот момент, в момент, когда компании переводят на работу из дома весь свой персонал, включая продавцов, потребность CRM, она кратно возрастет. Объясню, почему. Ну, во-первых, потому что многие компании по-прежнему думают CRM это что такое? Это инструмент, который позволяет вести учет продаж. То есть кто чего делал, кто сколько продал, кто с кем работал. Но посмотрите, представьте, отдел продаж работает из дома. Значит, что появляется, какие проблемные сценарии. У сотрудников может быть отсутствовать доступ к базе, или с коллегами будет очень тяжело синхронизироваться, например, по входящим заявкам. У руководителя или даже у менеджера может отсутствовать понимание, кто из клиентов находится на какой стадии, куда бежать, за что хвататься. Очень легко в момент удаленной работы просто отвлечься и не внести какую-то важную заявку или важную сделку в ту самую клиентскую базу. Ну и общая проблема, которая касается как удаленки, так и работы в офисе. Если нет CRM, если есть какой-то один экселевский файлик или там Google Docs, сотрудник просто берет и уносит эту базу куда? К конкурентам. То есть проблема, с которой сталкивалось большое количество компаний. Если база ваших контактов и клиентов хранится в Bittrex 24 CRM, то, во-первых, это не экселевский файл, это CRM, где все разграничено правами доступа. Например, я покажу, каким образом запретить сотрудникам возможность экспортировать эту базу и уносить ее куда-то. Можно легко и быстро найти любого клиента, любого контакта. Если к вам пришел новый клиент и создал какую-то входящую заявку, позвонил, написал, заполнил CRM-форму, тогда автоматически в CRM создаться нужная вам сущность. Новая сделка или новый контакт или новая компания. Никто не будет забыт, никто не будет потерян. Ну и прямо в CRM отдел продаж может вести работу по синхронизации своих действий, например, с отдельно взятым клиентом или отдельно взятой сделкой. Давайте мы продемонстрируем какие-то вещи. Саш, давай мы перейдем в нашу CRM. И, как я уже сказал, одна из очень важных вещей – это разграничение прав. Мы переходим в режим настройки. У Александра, как и у меня, есть права админа. И переходим в права доступа. Посмотрите, у нас есть здесь разные роли. У нас есть роль директор, администратор, менеджер, руководитель отдела. Давайте зайдем в роль, которая называется менеджер. Что происходит? Мы видим, что у нашего менеджера по продажам есть доступ к разным сущностям, например, к контактам или компаниям, к, например, сделкам, которые находятся в направлении вебинары, заказы, обслуживания или к лидам. И у нас есть такое понятие, как вообще чтение сделок или возможность добавлять их, или возможность изменять и так далее. А мы видим, что у нас есть графа экспорт и импорт. Это значит, что вроде как менеджер по продажам может заливать в CRM новые сделки, новые контакты или что-то забирать из CRM. Давайте посмотрим в режиме экспорт. У нас есть направление сделка заказы или сделка новая воронка, в которой сотрудник может взять и экспортировать себе в экселевский файлик все находящиеся там сделки. Саш, давай это немедленно прекратим. Давай закроем сейчас доступ абсолютно к экспорту любых здесь моментов. Прямо сейчас на своем экране Саша закрывает этот доступ. И теперь те сотрудники, которые в нашем Bitrix24 числятся как менеджеры, то есть в CRM у них соответствующие права менеджеров, не смогут эти сделки экспортировать. И точно так же, посмотри, у нас сейчас могут все компании сотрудники взять и забрать в экселку. Давай мы это закроем. А вот контакты, давай мы оставим только свои. Это значит, что только те контакты, которые закреплены за конкретным сотрудником в виде адресной книжки, он сможет экспортировать, если мы видим в этом какую-то потребность. Если вдруг посчитаем, что это опасно для нашей компании, мы всегда закроем. Конечно же, это права для одной отдельной роли, менеджера. Можно ли создавать новые роли? Безусловно, можно. Но давайте теперь вернемся, сохраним. Конечно. Да, и мы увидели уже с вами, что у нас в CRM есть несколько разных направлений. Очень хорошо синхронизировать наши роли с направлениями сделок. Давай снова вернемся в настройки. Здесь, кстати, можно показать. Да, вернемся в настройки. И перейдем вот направление сделок. Вот сюда. Мы видим, что сейчас наша компания занимается разными направлениями. Одно из них я создал буквально сегодня. Это вебинары. Вот оно у нас самое первое здесь, самое свежее. Ну, я соответствующую сортировку еще задал. Давай перейдем в редактировать стадии. И представим, что мы с Сашей стали инфобизнесменами. То есть мы не просто проводим вебинар, мы хотим в результате этого вебинара вам что-то продать. Это значит, что в нашем вебинаре должна быть предусмотрена соответствующая в нашем направлении вебинаров последовательность действий, при которой мы на выходе получаем готовых клиентов в готовую продажу. Давай посмотрим, чего не хватает. Регистрация на вебинар есть, напоминание о вебинаре есть, посетил вебинар есть и запрос счета есть. Слушай, а как же насчет того, чтобы отправить людям запись вебинара для начала, чтобы они хотя бы могли ее просмотреть? Давай добавим такую стадию. То есть мы добавляем стадию, отправили запись. И на эту стадию попадут все клиенты, которые, например, посмотрели вебинары и получили эту запись. Мне кажется, что логично, чтобы она шла после стадии посетил. Ну потому что сейчас она у нас где-то как бы в серединке. Мы можем просто-напросто взять и перетащить эту стадию. Смотрите, друзья, мы с Сашей показываем вам очень простые базовые вещи, которые есть внутри CRM. Почему это важно? Потому что при переводе ваших сотрудников на удаленную работу у вас обязательно должна быть роль архитектора CRM. Как правило, это руководитель отдела продаж или директор по продажам. Человек, который настраивает CRM таким образом, чтобы нужные люди видели нужные для них сущности какие-то внутри CRM и задает сценарии, как им работать. После того, как мы настроили эти стадии направления вебинары, мы дальше можем что сделать? Мы можем их автоматизировать. Внутри CRM есть роботы и мы можем поставить специальных роботов, которые будут напоминать нашим сотрудникам, к примеру, на стадии посетил, поставить робота, отправить запись вебинара. И все, кто получит это письмо, потом дальше перейдут на стадию получил запись. Да, я бы еще подчеркнул, что это особенно важно для удаленных сотрудников. Почему? Потому что эти стадии, по сути, представляют собой какой-то процесс внутри компании. Это не просто мы красиво что-то нарисовали, это реальный процесс, по которому сотрудники, даже удаленные, понимают, как нужно работать со сделками. И это то, чем пользуется в компании. Это единая какая-то схема, все понимают, что нужно сделать. Это очень полезно, особенно когда есть удаленные сотрудники. И, друзья, когда эти сценарии у вас есть, вам очень легко будет работать как с существующей клиентской базой, так и с новой. Но есть вопрос, а как же существующая клиентская база окажется в CRM, если вы до этого в CRM не работали? Например, использовали уже Bittrex24, но только для управления задачами или для чатов, допустим, такие сценарии бывают. Или вообще не использовали CRM. Друзья, все достаточно просто. Сейчас мы продемонстрируем, каким образом вы можете импортировать, например, сделки или контакты внутрь CRM. Мы просто-напросто заходим в режим настройки, нажимаем импорт сделок. Дальше у нас с вами должен быть готов уже экселевский файл. И все, что нам с вами нужно, это в этом экселевском файле назвать каждый столбец таким образом, как у нас будет называться соответствующее поле в нашей CRM. Ну, например, самое банальное. Фамилия, имя, e-mail, телефон, скажем, источник попадания в базу, что-нибудь еще. Да, понятно, что полей может быть не пять, а пятьдесят, пятьсот пятьдесят пять. Все на ваше усмотрение. Мы не ограничиваем количество пользовательских полей, которые наши клиенты даже на бесплатном тарифе могут создавать в CRM. И у меня было много опыта переноса огромных клиентских баз внутрь CRM. Дальше просто по шагам нужно провести вот это самое соответствие пользовательских полей и загрузить экселевский файл. После чего в течение минуты, нескольких минут, в зависимости от объема этого файла, ваша база окажется в вашей CRM. Но что делать, если база в CRM уже есть, а к вам продолжают приходить новые клиенты и новые контакты? Давайте мы с вами зафиксируем финальный шаг, который очень важно сделать как на этапе перевода вашей команды на удаленную работу, так и если вы по-прежнему продолжаете работать в офисе. В любом случае, нужно перевести все коммуникации с клиентами внутрь CRM. Не просто какие-то отдельные чатики, не просто записи в блокноты. Все должно быть зафиксировано в CRM. Представьте, если этого нет и ваш отдел продаж переходит на удаленную работу. Смотрите, что происходит. Ну, во-первых, банально, как людям звонить? Куда звонить? На мобильные телефоны менеджеров, да? Все стационарные телефоны в офисе. То есть, если IP-телефонии не пользовались, вообще непонятно, что делать. Если вам, например, будут звонить или будут как-то заказывать, куда бежать менеджерам? Как реагировать? Руководитель вообще теряет контроль над тем, что делает менеджер, как они отвечают клиентам. Вдруг они грубят, говорят, извините, я занят, я кефир сейчас пью. У нас соревнования между командами, кто с 13 до 15.00 поднимет больше гантелю. Клиент в шоке, конечно же, уходит к конкуренту. Возникает проблема взаимодействия между отделами, если клиента нужно передавать между разными подразделениями. И вообще непонятна нагрузка на каждого менеджера. Кто чем занимался, абсолютно непонятно. Но если вы перевели все коммуникации с клиентами в Bitrix24 CRM, то, во-первых, как это, например, делаем мы сегодня с нашими сотрудниками? И звонить, и принимать звонки можно прямо в Bitrix24. С помощью IP-телефонии, мобильного телефона, софтфона в браузере или на мобильном. Можно реализовывать разные сценарии. Переадресация на мобильный телефон сотрудника софтфона, так, чтобы звонок зафиксировался в CRM. Или подключение к IP-телефонии, и тогда все, что нужно, это просто отпустить сотрудника домой с гарнитурой, для того, чтобы он мог принимать звонок и отвечать на него. Клиенты будут понимать, что они общаются с вашей компанией, а не персонально с, например, Анастасией Сидоровой. Потому что они будут видеть, что им позвонил человек с номером вашей компании. Или они звонят в вашу компанию, и там им отвечают. Входящие обращения будут обрабатываться по очереди. Представьте, например, если вы, не дай бог, сейчас в туристическом бизнесе, и вашу компанию просто обрывают телефоны. Что делать? Как возвращаться из-за границы? А что будет с моей горящей путевкой? И понятно, что будет какая-то пиковая нагрузка. Если там один человек отвечает на звонки, все остальные клиенты вообще теряют шанс дозвониться. Но CRM в соответствии с вашим сценарием распределяет очередь звонков, чатов, обращений и фиксирует каждое из них. Вы получаете статистику по всем звонкам. Вы получаете записи этих разговоров. Вы можете все проконтролировать. Очень легко можете настроить внутренний номер сотрудника. И даже если клиент не звонит по телефону, а, например, пишет в чате, скажем, в Facebook мессенджере, потому что ему там удобнее. Если вы подключили Facebook мессенджер вашей компании к CRM, то этот чат, он сохранится в CRM. Он прикрепится к карточке клиента, и вы ничего не потеряете. Саш, давай проведем небольшую демонстрацию. Покажем наш контакт-центр. Да. При этом хочется уточнить, что откуда бы ни написал наш клиент, хоть из Facebook, хоть откуда угодно, ваши менеджеры работают в чатах. То есть они пишут в интерфейсе вашего Bitrix24, а клиенты получают обратную связь там, где им удобно, в том же самом Facebook. Вот здесь мы находимся в контакт-центре. Мы уже видим огромное количество подключаемых коммуникаций. Это и телефония, и все соцсети, которые существуют. Виджет на сайт. Саш, я вижу, у нас не подключен, например, Viber. Давай Viber подключим, ведь большое количество людей по-прежнему пользуются. Да. То есть что нам нужно? Нам нужен просто бизнес-аккаунт в Viber, который мы вводим его название, подключаем и настраиваем на определенный канал. То есть кто же у нас будет работать с этим аккаунтом в Viber. Например, Мария Иванова, как мы видим сейчас, или мы добавим кого-то еще из сотрудников. Вот. Что важно. Все эти сотрудники будут принимать входящее обращение внутри Bitrix24 в режиме единого окна. Отвечать у себя в чате в Bitrix24, но клиент получит ответ там, где он написал. Например, в нашем случае Viber. Добавь меня. Конечно. То есть ничего не имею против Viber. Если люди будут писать оттуда, я с большим удовольствием буду отвечать. Это даже можно на таком... У нас снова нестабильное подключение к интернету. Возможно, сейчас звук будет пропадать. Друзья, если нас сейчас плохо слышно, я надеюсь, что у нас восстановится все. Напишите плюсики в чатике, если все хорошо, если вы слышите нас, если видите, что здесь все нормально. К сожалению, да, коронавирус атакует и телеком-провайдеров. Плюс, плюс, все, нас слышно, я спокоен. Друзья, давайте. Я хочу сказать буквально секунду, Юр, что с помощью этого инструмента вы, по сути, можете делать даже службу поддержки или какой-то целый колл-центр, когда вы создаете очередь сотрудников, и они все вот так вот отвечают. Вы разграничиваете, с кем общаются ваши сотрудники, и сразу несколько человек могут обрабатывать входящие заявки. Даже если ваша компания небольшая, вы спокойно можете себе позволить иметь тот самый колл-центр или контакт-центр даже на бесплатном тарифе BITREX24. Друзья, прошел час, и мы рассказали вам с Сашей абсолютно все, что хотели рассказать в рамках этого часа. Конечно же, рассказать хочется больше. У нас есть больше сценариев, но мы ограничены временем. Что мы сделаем сейчас? Я перечислю те 10 шагов, которые мы озвучивали в этом вебинаре, и именно в этой последовательности мы рекомендуем переводить вашу команду на удаленную работу или на работу из дома. Первый шаг, друзья, создайте единое рабочее пространство, например, внутреннюю социальную сеть вашей компании. BITREX24 позволит это сделать. Следующий шаг, организуйте коммуникацию с дистанционными или удаленными сотрудниками. Не бросайте их дома, не ждите, что они просто сами будут себе чего-то там работать. Нет, друзья, вам нужна с ними регулярная коммуникация. Для того, чтобы эта коммуникация была эффективной, третий шаг, это введите правила общения, например, в чатах и видеозвонках. Следующий шаг, сделайте эти коммуникации или какую-то часть из них регулярными. Введите правила регулярных онлайн-планерок, то есть зафиксируйте, когда вы созваниваетесь с какими подразделениями. Пятый шаг, введите культуру хранения знаний и корпоративных файлов внутри компании. Следующий шаг, перенесите ваши бизнес-процессы в цифровой режим, то есть то, что было раньше на бумагах, согласовывайте прямо внутри BITREX24. Введите культуру выполнения поручений. Все задачи должны быть зафиксированы внутри BITREX24. Ни одной задачи, которая просто где-то в блокнотике или сказано устно. Для того, чтобы эти задачи выполнялись, конечно же, нужно за этим следить. Поэтому восьмой шаг, это настроите систему контроля и отчетности. Ну и, конечно, два моих любимых шага, поскольку я работаю в продажах. Переведите ваш отдел продаж в CRM, если он пока еще не там, и подключите к CRM абсолютно все каналы коммуникации с вашими клиентами. Друзья, это 10 шагов, которые позволят вашей компании, даже если завтра в вашем городе объявят карантин, или если это уже произошло, мы знаем, что целые страны сейчас находятся на карантине, продолжать работу, не потерять ваш бизнес, не потерять ваших сотрудников, ваши рабочие места. Все они будут продолжать трудиться из дома. Но для того, чтобы дать вам еще немножко поводов для оптимизма, мы с Сашей и командой Bitrix24 подготовили для вас бонус. Обычно это один бонус для слушателей вебинара, но так как двое ведущих, у нас и два бонуса. Все логично. Итак, первое. Вы, как слушатели вебинара об эффективной удаленной работе, получаете плюс 500 к вашему умению организация дистанционной работы. Но для того, чтобы у вас была не только не материальная мотивация, но и физически ощутимая, мы дарим каждому слушателю вебинара дополнительные 5 гигабайт на диске внутри вашего Bitrix24. А эти 5 гигабайт будут работать в ближайшие 6 месяцев. А активировать промокод LEVELUP, который вы видите сейчас на экране, нужно до 25 марта, то есть в течение ближайшей недели. На всякий случай я напомню, что у нас дисковое пространство бесплатного тарифа ограничено, и по-моему это именно 5 гигабайт. Друзья, то есть если вы работаете в бесплатном Bitrix24 или только планировали начать им пользоваться, вы можете удвоить размер вашего дискового пространства и получить 10 гигабайт. Ну что ж, друзья, мы переходим сейчас к ответам на вопросы. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что мы успеем ответить на большую часть, которые были уже заданы. Но перед этим я попрошу, друзья, оцените пожалуйста то, что вы услышали, эти 10 шагов по переходу на удаленную работу, насколько это полезные шаги, насколько вебинар для вас полезен. Давайте по пятибалльной системе, потому что уже плюс 100 тысяч 500 начали люди писать. Вот, если был абсолютно бесполезен полная вода, ставьте нам единицу, мы поймем, что нужно работать лучше. Если полезный, 4-5 на ваше усмотрение. Итак, друзья, я вижу оценки, оценки приятные. Саш, это даже десятки, восьмерки, девятки, ну на самом деле преимущественно пятерки. Друзья, спасибо вам, также спасибо тем, кто ставит оценки пониже, на самом деле для нас это тоже возможность получить обратную связь и что-то исправить. Итак, оценок мы получили уже много, подавляющее большинство ставит пятерки, друзья, нам приятно конечно же. Спасибо большое. Давайте перейдем к ответам на вопросы. Прямо сейчас я начну задавать вопросы вслух, на какие это будет отвечать Саша, на какие это буду отвечать я. Вот, те вопросы, которые были заданы по ходу вебинара. Вы знаете, я по какой-то причине не могу сейчас промотать на самое начало, поэтому я начну с тех, которые я вижу. Я вижу вопросы, связанные с задачами пока, но очевидно были вопросы и другие, я попробую до них тоже добраться. Давайте попробуем задач. Очень многие с этого начинают. Почему, например, отчет нужно писать руками? Ну, мне кажется, это вполне логично, потому что даже ни одна система не может проконтролировать сто процентов, что делают ваши сотрудники. Кроме того, вот именно отчет, написанный руками, позволяет как-то получить обратную связь от ваших людей. И вот пока они пишут отчеты, может прийти в голову какая-то хорошая мысль, которая может улучшить работу отдела. Согласен, это во-первых. Во-вторых, на самом деле вы, как руководитель, можете задать регламент заполнения рабочих отчетов и, к примеру, вообще запретить вашим сотрудникам что-либо писать руками. И все, что будет фигурировать в отчете, это рабочие задачи, которые были выполнены. Их не нужно будет прописывать, нужно будет просто выбрать галочками, какие задачи выполнялись. Да, это все зависит от того, как вы работаете в компании и что вам действительно будет удобнее. Очень не хватает приложения для телефона. Друзья, есть мобильное приложение Bitrix24 и оно отлично работает с задачами. Мы очень много работали над этим процессом, поэтому поставить задачу, проконтролировать, прокомментировать, изменить задачу, все спокойно можно сделать с мобильного телефона. Система знает, когда задача принята к исполнению или завершена, и знает это руководитель. Да, я не очень понял, вопрос ли это или нет. Можно ли интегрировать портал Bitrix24 с нашей CRM, если у вас уже есть CRM? Да, друзья, можно. Мы знаем много примеров, когда компании используют параллельно Bitrix24 и, например, какое-то другое программное обеспечение, те же CRM. Это возможно, но на самом деле в этом случае вы платите дважды. Первый раз за Bitrix24, если у вас платный аккаунт, второй раз за вашу CRM. То есть на самом деле можно не платить за два продукта, а платить за один. Тут безусловно решать вам. Можно использовать через API. Да, и вот коллеги рекомендуют, что, конечно, лучше перейти прямо на Bitrix24. Александр пишет, что у него проект с удаленным управлением, и он готов продвигать продукт пользователям ресурса. Открыты ли мы к партнерству? Открыты мы, открыты и наши партнеры, друзья. То есть есть компании, которые каждый день отправляют нам заявки на то, чтобы стать партнером Bitrix24, интеграторами нашего продукта. Вы можете, например, узнать это у наших существующих партнеров, которые я тоже вижу есть в этом чате и отвечают. Либо зайти на сайт Bitrix24, перейти на страничку партнеры и там отправить заявку. Саш, если, наверное, этот вопрос все-таки мне. Если удаленный менеджер по продажам дублирует все на свой компьютер, что в этом случае делать? Ну, друзья, правами запретить ему дублировать. Он, конечно, может фотографировать экран, он может там заполнять блокнотик, вы ничего с этим не сделаете. Но если вы просто ограничите ему доступ только к своим, например, сделкам, своим контактам, он не сможет утащить больше, чем то, что он знает. Он не сможет утащить информацию, которая принадлежит коллегам или всему отделу продаж. Очень хороший комментарий, что производительность труда на удаленной работе будет падать. И благодаря отчетам, благодаря задачам вы сможете это заметить. Вот, это действительно важный комментарий. Она может, конечно, падать, но вот те 10 шагов, которые мы дали, они помогут не только не дать ей упасть, но, возможно, даже повысится. Расскажите, как пользоваться бизнес-процессами в мобильном приложении. Друзья, смотрите, здесь есть два сценария. Сценарий первый – это создание бизнес-процессов. Сделать это с мобильного телефона нельзя. Конструктор бизнес-процессов доступен для редактирования только в веб-интерфейсе. Второе – можно ли работать с созданными и настроенными бизнес-процессами с мобильного телефона? Безусловно. То есть, если вы являетесь ответственным по какому-нибудь бизнес-процессам, вас задали ответственным, вам прямо на экран вашего мобильного телефона будет приходить уведомление в живой ленте, что, к примеру, ваша подчиненная отправила вам на согласование, например, счет. И вы будете видеть, что за компании вы будете оплачивать, какая сумма. И вы можете согласовать этот бизнес-процесс или не согласовать. Нажимаете кнопочку, которая вам больше подходит. Нам пишут, что мы знали про карантин. Ну, друзья, это вот новости сегодняшнего дня. Каждый день так происходит. Так. Очень много вопросов, будет ли запись. Да, безусловно, будет запись. Есть ли шпаргалка про 10 шагов в виде файла? Ну, я думаю, в принципе, где-нибудь можем ее потом разместить. А вы знаете, заходите в Facebook или в другую социальную сеть на страничку Bitrix24. Наши коллеги подготовили как раз 10 шагов о переводе бизнеса на удаленную работу. Да, думаю, это будет очень много полезно. Саш, вопрос к тебе. Можно ли восстановить всю историю деятельности сотрудника, если один уволился, а на его место принят другой? Или вновь приняли того же самого сотрудника через некоторое время? Восстановить историю деятельности. Чаще всего я бы рекомендовал это все-таки делать через базы знаний, потому что очень редко бывает в компании, что деятельность настолько повторяется, что нужно в этом дублировать. Чаще всего нужно сделать какие-то регламенты и хранить их в базе знаний, чтобы новый сотрудник мог прийти, почитать ее и понять, что ему надо будет делать на новой должности. Можно будет, кстати, очень часто и сценарий нас спрашивают, если сотрудника удаляют, за ним остаются задачи или, допустим, те же элементы CRM, которые ты показывал, как продолжать остальным с ними работать. Это также все можно сделать. Задачу и элементы CRM удаленного сотрудника можно просто перевести на тех сотрудников, которые еще остались и таким образом ничего не пропадет. По-моему, очень правильный сценарий. Вот очень хороший вопрос задает Елена. Есть ли контроль времени работы сотрудника в системе или табель учета рабочего времени или только по задачам? Елена, прекрасный вопрос. Спасибо вам за него. Да, конечно же, есть все, что вы описали, Елена. Когда ваш сотрудник приходит на работу, он нажимает на кнопку «Начать учет своего рабочего времени». Уходит, нажимает «Закончить учет рабочего времени». И вы смотрите, сколько сотрудник был на работе, сколько он отрабатывал. И все это ведется в табеле, как вы верно сказали, на странице учета рабочего времени. Вы можете посмотреть, кто сколько отработал. Можно ли интегрировать BITREX24 с почтовыми программами? Безусловно. Безусловно, можно. С большим количеством, в общем-то, популярных почтовиков. Да, мы это показывали в контакт-центре. Если вы подключаете почту, там огромное количество почтовых сервисов, к которым вы можете подключиться и собирать оттуда почту. Саш, вопрос по базе знаний. Будет ли по ней мануал и когда она выйдет из бета-тестирования? Это очень хороший вопрос. Мануалы, конечно же, уже есть. Прямо сейчас, если вы пользуетесь BITREX24, в правом верхнем углу нажимаете «Вопросик», и там будет подробная инструкция о том, как работать с базой знаний. Что касается того, как долго она будет в бета-тестировании, мы хотим, чтобы продукт был максимально качественный, поэтому конкретных сроков мы сказать не можем, но мы работаем, чтобы как можно скорее. Друзья, есть вопрос, как активировать тот самый промо-код, который мы написали. И на этот вопрос уже дали ответ в чате, но я на всякий случай продублирую голосом. Прямо внутри вашего BITREX24 есть раздел «Мой тариф». Даже если вы используете бесплатный тариф, вы все равно можете применить этот промо-код, вы найдете там, как применить промо-код. Мануал – это описание интерфейса, это к предыдущему вопросу про базу знаний. Да, опять-таки, если вы нажмете на этот самый вопросик и почитаете, там не только про интерфейсы, но и про сценарий использования, и про то, как можно работать с базой знаний. Поэтому найдете там много интересного по этому крутому инструменту. Так, как ограничивать объем диска? Не совсем понимаю, как его нужно ограничивать. Он изначально ограничен внутри тарифа. Вы можете ограничивать доступ сотрудников к тем или иным документам. То есть, можете создавать документы, нужные для всех сотрудников или для каких-то конкретных. Предусмотрена ли совместная работа с файлами? Да, конечно. Когда мы рассказывали про диск, допустим, если, как пример, на вашем конкретном личном диске есть папка с файлами, которая нужна вашим коллегам. Вы просто для этой папки даете им право доступа, и они смогут с ней работать. Либо вы работаете с общим диском, и тогда к этому файлу будут иметь доступ все сотрудники вашей компании. Очень много вопросов о мобильном приложении. Есть разные комментарии. Например, что сейчас мобильное приложение показывает около 30% возможности Bitrix A4. А что же насчет всего остального? И не всем это удобно. Дорогие друзья, мы с Сашей приглашаем вас 3 апреля на релиз нового Bitrix 24. 3 апреля мы покажем в том числе обновление нашего мобильного приложения. Часть работы была проведена до этого, часть работы, собственно, проводится и сейчас в данный момент, и вы увидите очень многие новинки, которые ответят на ваш вопрос, наверное, гораздо лучше, чем мы. Как делать отчет по задачам для руководителя? По-моему, тут достаточно просто, конечно, легче было бы показать, но в режиме рабочих отчетов просто-напросто можно выбирать, не только набирая что-то с текстом, но там есть отдельный блок задачи. И там можно по названию задачи, либо по ее номеру внутри системы выбирать нужную задачу, вводить поиск, если, например, система ее сама не подсказывает, и фиксировать, что я работал на этой неделе над этой задачей. Руководитель всегда сможет зайти в задачу и посмотреть, действительно ли над ней велась какая-то работа. Кроме того, я бы добавил, даже в эти отчеты могут попадать сроки выполнения задачи, если мы, допустим, выделяли часов 10 на работу с какой-то задачей, и сотрудник потратил, например, больше или меньше, мы можем понимать, как эффективно с этой задачей работал. Расскажите, пожалуйста, как просматривать пропущенные вызовы, только просматривая вручную каждого клиента, но это же неудобно. Друзья, безусловно, это неудобно, и нужно работать по другому сценарию. Как только вам попадает вызов, клиент звонит вам в Bitrix24, в правой части экрана вы увидите меню, где будут все пропущенные вызовы. Там будет уведомление, будет гореть счетчик, то есть ваш менеджер ничего не пропустит, ни один клиент не будет упущен. Кроме того, вы можете сразу автоматически создавать лиды либо сделки на основании этих пропущенных вызовов, в зависимости от того, в каком режиме в CRM работает ваша компания. То есть вы не упустите ни одного клиента. Да. Так, друзья, я возвращаюсь в режим чата. Секундочку. Есть запись вебинара по базе знаний на YouTube? Да, безусловно, есть. Очень много вопросов по базе знаний, рекомендую смотреть те статьи, которые уже написаны. Александр об этом поделился. Как стать сертифицированным специалистом по Bitrix24? Очень хороший вопрос, друзья. У нас есть специальная сертификация для партнеров, однако, кроме того, у нас есть открытые онлайн-курсы, например, по сквозной аналитике или по CRM-маркетингу, по итогам которых предусмотрен тест. То есть это не совсем какая-то сертификация, за которую, например, деньги нужно платить, платить ничего не нужно. Вы просматриваете онлайн-курс в режиме видео-уроков, текстовых статей, после чего сдаете тест и получаете сертификат, например, по CRM-маркетингу, либо по сквозной аналитике. У нас в работе находится еще несколько таких курсов. Есть отдельная сертификация для партнеров Bitrix24, но там для начала нужно, конечно же, получить партнерский аккаунт, стать партнером. Так, в мобильном приложении, когда почините определение звонков, все звонки от меня самого поступают, support создал заявку. Ну, сложно мне сказать, на самом деле, тут, наверное, нужно индивидуально рассматривать ваш кейс. Так, друзья, к сожалению, из-за того, что очень-очень много вопросов, я не могу вернуться к тем, которые были заданы в самом начале вебинара. Если вы задавали какой-то вопрос на шагах от первого до шестого, то есть до задач, вы можете повторить его прямо сейчас либо в чате, либо в вопросах. И мы с Сашей, я думаю, что еще минут десять сможем отвечать на вопросы. Сейчас я вижу очень активное обсуждение между участниками нашего вебинара. Подключаются наши партнеры, которые делятся, тоже обмениваются опытом. Это очень здорово. Человек, который задавал вопросы, Сергей, пишет, что все-таки написали по базе знаний, вышли свежие статьи, очень хорошо по делу. Ну что ж, Саша, спасибо. Саша как раз тот человек, который отвечает за новые статьи и новый мануал. Так, я пока просмотрю еще вопросы, которые к нам приходят. Новых я пока не вижу. Ну, про запись я уже говорил, друзья. Да, запись будем высылать. И я думаю, что коллеги из маркетинга, скорее всего, покажут и саму презентацию вместе с записью. Коллеги, еще раз, еще 10 минут, вы можете задавать любые ваши вопросы, и мы постараемся с Юрием на них ответить. Поэтому не стесняйтесь, задавайте, будем очень рады ответить. Можно ли использовать все эти шаги в своей работе лично или в работе с клиентами? Безусловно, друзья. Безусловно, мы для того и проводим вебинар. Для того, чтобы вы были готовы. Вот мои коллеги пишут о том, что запись можно будет посмотреть по конкретной ссылке в YouTube. Так. Вот коллеги пишут о том, как они, например, работают с задачами, выделяют фильтром. Но я думаю, что это такие уже персональные консультации у нас. Это, кстати, тоже хороший опыт. Когда задач много, то фильтровать их и как-то находить нужные, это жизненно необходимо. Итак, давайте посмотрю еще, что я возьму. А, вот интересный вопрос. Можно ли интегрировать Bittrex с корпоративной программой регистрации посетителей? Друзья, Bittrex24 можно интегрировать абсолютно с любыми программами, у которых есть открытый API. То есть у нас описан функционал, как работает наш API REST. И мы рекомендуем для этих интеграций привлекать, опять же, наших партнеров. У нас есть партнеры, технологические компании, которые занимаются интеграциями. Вы даже можете зайти в наш маркетплейс на сайте Bittrex24 или внутри вашего Bittrex24 в приложение. И там можно оставить заявку на интеграцию. И на эту заявку отреагируют как раз партнеры, которые занимаются интеграциями. Как интегрировать 1С в Bittrex? Есть ли какое-то готовое решение? Саша, доверяю ответить тебе. Да, конечно, у нас есть подробные интеграции. Их много на самом деле. Много, да. Самый, наверное, часто используемый 1С back-office. Это прямо внутри вашего Bittrex24 можете работать с 1С. Очень популярное решение. Многие уже ими пользуются, те, кто работает с 1С. Поэтому и вас призываю, если вас интересует, также им воспользоваться. Ирина благодарит за хороший вебинар и говорит о том, что ведущие силища. Нам, безусловно, это приятно. Интернет действительно периодически подвисал. К сожалению, и на нашей стороне тоже была один раз проблема, когда просто пришлось переподключаться на резервный канал. Я очень рад, что это удалось сделать. Мы ничего не потеряли и все зафиксировали. Вот вопрос. Я настроил робота, смена ответственного. При пропущенном лиде смена почему-то не происходит. Хотя условия стоят. И все пропущенные падают на меня. Друзья, нужно посмотреть, есть ли в роботе условия. Потому что внутри CRM на конкретных стадиях, например, лидов или сделок, роботы можно настроить как срабатывающие сразу, так или через определенный промежуток. Или срабатывающие по определенному условию. То есть, если в роботе есть какое-то условие, нужно проверить корректность отработки условия. Если все настроено корректно, но вы видите, что-то почему-то не работает, друзья, обратитесь, пожалуйста, в нашу техподдержку. Коллеги посмотрят и дадут рекомендацию касаемо конкретного персонального случая. Вообще роботы внутри CRM это одна из моих любимых тем. Мне безумно нравится, как реализован этот функционал. И я сам фанат создания новых роботов, которые в том числе и меняют ответственного. Мы снова ждем ваши вопросы. Друзья, спасибо за то, что вы их задаете. Я думаю, через 5-6 минут мы закончим наш вебинар. А пока вопрос от Юли. Если до этого не работали с Bittrex, как начать реализовывать первый шаг на бесплатной версии? Друзья, очень просто. Пригласив ваших сотрудников в бесплатный Bittrex 24 и продумав, о чем вы будете с ними общаться. То есть создать организационную структуру, создать нужные рабочие группы и предусмотреть некий регламент общения. Например, есть администратор портала. Кто это будет? Руководитель или HR компании или кто-либо другой. В некоторых компаниях есть такие люди, которые отвечают за внутреннюю корпоративную культуру. Конечно, все зависит от размера компании. Здесь самое главное вовлечь людей. А дальше нужно воплощать шаг 2, шаг 3, шаг 4 и так далее. Собственно, вот об этом люди, которые тоже смотрели вебинар и комментируют. Кстати, хочется напомнить, что с недавнего времени мы сняли ограничение на количество пользователей на бесплатном тарифе. Поэтому особенно, вот это актуально, Юля, для вас буду слышать, что на бесплатном тарифе больше нет ограничения на количество пользователей. Вы можете приглашать сколько угодно сотрудников и работать с ними. Да, мне кажется, это очень хорошая помощь сейчас для бизнесов, потому что мы увидели огромный приток регистрации новых компаний, которые не на 12 человек, а приходят на 50 человек, на 100 человек. Ну, я сейчас называю, конечно, какие-то условные цифры. И это очень легко, потому что мы предлагаем готовое решение для удаленной работы. И, что самое приятное, вы можете пользоваться бесплатным функционалом Bitrix24 столько, сколько вам нужно. Мы не ограничиваем вас по срокам, ни двумя неделями, ни месяцем, ни каким другим периодом. Единственное ограничение, которое есть, они касаются функционала. По понятным причинам мы не можем весь функционал давать бесплатной версии, потому что часть из него создает нагрузку на облачные сервера, за которые мы в том числе платим. И, естественно, это присутствует только в платных тарифах. Вот как раз задают вопросы коллеги о платных тарифах. Сколько стоит версия на 15-20 человек? У нас есть специальный тариф, который называется «Задача плюс». И он стоит 2 990 рублей в месяц, если говорить про Россию, если оплачивать ежемесячно. Если ваша компания покупает, например, на год вперед, то вы покупаете со скидкой 20%. Это значит, что вы платите в месяц примерно 2390. Ну, умножить на 12 месяцев. Если вы хотите большее количество людей привлечь, есть тариф «Команда», который стоит 5 990 при ежемесячной оплате, или тариф «Компания» с неограниченным, опять же, количеством людей и полным платным функционалом. Это в месяц не на одного человека. Это в месяц на всю компанию. Мы не продаем «Битрикс24», не заставляем платить за каждую лицензию, в отличие от большинства существующих на рынке программных продуктов. Вы оплачиваете один раз на всю компанию, выбираете удобный для вас срок на 2 года вперед, например, ежемесячно, либо на 3 месяца. То есть, все по вашему усмотрению. И платите те самые 2 990 рублей за всю компанию. В этом тарифе «Задачи плюс» может работать у нас 24 человека. Какие ограничения есть в функционале бесплатной версии, помимо объема 5 гигабайт? Елена, в нем нет, например, редактора бизнес-процессов. Есть часть ограничений в CRM. Например, вот тот самый настройка регулировки прав, которую я показывал, в бесплатном тарифе ее нет. Есть ограничения по задачам. Например, у нас есть роли соисполнитель или наблюдатель. И эти роли присутствуют только в первых 100 задачах, которые будут созданы в бесплатном тарифе. Все остальное есть постановщик и есть ответственный. Но есть еще ряд ограничений. Например, учет рабочего времени и рабочие отчеты есть у нас в тарифе компании. Скажем, роботы тоже не всегда доступны. Но, в целом, в бесплатном тарифе есть задачи, живая лента, CRM, чаты. Причем, создавать количество сделок или задач можно не ограниченно, опять же. То есть, здесь нет никаких проблем. Вы можете зайти на наш сайт, посмотреть, какие есть возможности у каждого тарифа, в том числе и бесплатной версии, если вам будет нужно подобрать необходимый коммерческий тариф. В связи с ростом курса долларов или евро, ожидается ли рост цен на лицензии? Нет, друзья, не ожидается. Мы не планируем повышать стоимость на Bitrix24, особенно в такое тяжелое время. То есть, она остается фиксированной. Сколько стоит тариф компания? Да, 11 990 рублей в месяц при ежемесячной оплате или скидка 20 или 30 процентов при оплате на год или на 2 года вперед. Очень многие компании именно так и поступают и, в общем-то, хорошо экономят. При покупке такого тарифа мы очень рекомендуем обращаться к нашим партнерам-интеграторам, потому что на бесплатном тарифе либо в тарифе на небольшое количество пользователей довольно легко все реализовать самому. Но если вы захотите уже работать с теми самыми бизнес-процессами или какими-то сложными интеграциями, вот здесь, конечно, лучше привлечь профессиональные компании. Насколько сложно разобраться с бизнес-процессами с нуля? Можно ли это без привлечения интегратора? Если есть много свободного времени – можно. У нас есть специальный курс по бизнес-процессам, который можно посмотреть прямо на сайте Bitrix24 в разделе «Поддержка». Но это время – это квалифицированный специалист. И вы знаете, чаще дешевле привлечь уже готового специалиста из компании, который все настроит для вас, и параллельно, возможно, выполнить работу бизнес-консалтинга, чем пытаться построить самостоятельно. Но, да, ответ на ваш вопрос – это возможно сделать. Так, на какие еще вопросы мы не успели ответить? Вы знаете, похоже на все. Дайте пару рекомендаций по партнерам-интеграторам. Друзья, вы можете поступить несколькими путями. То есть, первое, например, вы определитесь, вам нужен партнер из вашего города или удаленный. Сейчас, как мне кажется, большая часть людей будет выбирать людей, которые готовы удаленно все показать, рассказать и настроить. Вы можете зайти на страничку Bitrix24 и посмотреть там наших партнеров. Естественно, они опубликованы в определенном порядке. Наверху списка находятся те, кто реализовал больше всего проектов, у кого есть больше всего компетенций. К примеру, один из партнеров, который сейчас активно отмечается в чате – Дмитрий Демидов. Это один из наших как раз лидеров продаж не только по своему региону, но и по всей России. Второй путь, по которому вы можете пойти – это оставить заявку на внедрение Bitrix24 тоже прямо у нас на сайте. Или прямо в вашем Bitrix24. Вы заполняете короткую CRM-форму, указываете, что вам нужно, какие задачи решить. И с вами свяжутся до пяти наших партнеров-интеграторов. Каждый предложит свои услуги. Вы выберете того, кто подходит к вам оптимальным образом. Ну что ж, друзья, мне кажется, что по времени вот сейчас как раз пришел тот самый момент, когда нам нужно заканчивать наш вебинар, чтобы вы успели еще сегодня поработать. Нам с Сашей было очень приятно находиться все это время вместе с вами, рассказать про 10 шагов эффективного перехода на удаленную работу и, конечно же, получить ваши высокие оценки об этом вебинаре. Да, коллеги, большое спасибо, что посмотрели вебинар. Спасибо, что так высоко нас оценили. Надеемся, что результаты сегодня вам пригодятся, того, что мы с вами обсуждали. И спасибо еще раз, что посмотрели. Дорогие друзья, большое спасибо вам за то, что были с нами эти полтора часа. Запись этого вебинара наши коллеги отправят вам по электронной почте, на которую вы регистрировались в этот вебинар. А мы ждем вас на наши следующие вебинары. На всякий случай проанонсирую, что через неделю, если я не ошибаюсь, 25 числа, я буду проводить вебинар из серии Level Up о работе отдела продаж. Это будет более подробный вебинар о том, как использовать Bittrex24 CRM. Вы можете найти этот вебинар на нашем сайте, либо увидеть его рекламу. Присоединяйтесь, буду очень рад снова с вами увидеться в эфире. Друзья, большое спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok